Активность граждан, обращающихся на портал Добродел и в единую диспетчерскую службу, растет. Больше всего обращений касается вопросов дорог, а также содержания многоквартирных домов. Об этом на оперативном совещании в своем докладе рассказал директор Центра управления Щелкова Сергей Кременсков. Есть рост по дорогам, но здесь тоже понятно, потому что сейчас дороги открылись, снег сошел, и все изъявы стали более видны, поэтому наши заявители больше обращают на это внимание. То есть 15-21% это у нас в долях рост. Ну и есть небольшой рост по проблемам, связанным с содержанием МКД, но я тоже отношу это к сезонности, потому что сейчас как раз самое такое грязное время, когда, наверное, может быть требуются дополнительные уборки, дополнительные какие-то мероприятия. Также в приведенной статистике было показано, что население волнует вопросы водоснабжения, отопления и освещения в подъездах. 69% задач решаются без просрочки. Самым главным является решение вопроса с отложенными и повторными обращениями. Обсудили на совещании и итоги работы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа. Приоритетной задачей на 2020 год у организации является перевод услуг в электронный вид. Основная задача сотрудников МФЦ – это показать заявителям, насколько удобно, комфортно, а самое главное – просто получать услуги в электронном виде, в том числе и дома. В завершении было рассказано о предстоящем праздновании Масленицы. По этому случаю в округе запланировано 32 культурно-развлекательных мероприятия с 26 февраля по 1 марта включительно. В Щелково-Центральном станет праздник в городском парке культуры и отдыха. 1 марта жители ожидают гуляния с песнями и танцами, бесплатная раздача блинов, сожжение чучела, конкурсы и викторийный концерт и многое другое.